Улицы Клименко, Николая Островского, Луначарского, Ленина замерли. Перекрёсток Екатериненской и Горького перекрыт строительным забором и запрещающими проезд знаками. Центр города встал. Теперь вблизи перекрёстка улиц Максима Горького и Екатериненская, как вы можете сами видеть, постоянные пробки, где скорость движения пешехода намного быстрее, чем скорость движения автомобилей по дороге. Скорость движения автомобилей здесь, судя по показаниям сервиса Яндекс.Пробки, составляет 2 км в час. Для автолюбителей и пассажиров транспорта начались горячие деньки. Выезжать на работу теперь нужно сильно заранее. Да и днём, как видите, не разгонишься. Дискомфортно. Немного, но приходится раньше выходить. Иначе опоздаю на работу. Ну не знаю, сколько будем стоять-то, но неизвестно. Опаздываем. На сколько рейс сейчас задерживается? Ну утром я на полчаса опоздал. Как сообщили в департаменте дорог и транспорт администрации Перми, движение на этом участке будет закрыто до 17 мая. В связи с этим изменился путь следования автобусов 14 и 68 маршрутов. От Островского они будут следовать по Пушкино, Сибирской, Екатериненской. В обратном направлении без изменений. Что касается организации перекрытия движения, здесь не без проблем, сетуют автолюбители. Нет ни дополнительных информационных баннеров, выставленных заранее, скажем, у «Разгуляя», ни нарядов ГИБДД. То, что нет баннеров, ну да, мы и не выставляли баннеры, чтобы перекресток закрыт. А так на всех сайтах, по-моему, все, что можно, это за месяц предупреждали. Я вот не вижу смысла в патрулях, где они будут выставляться конкретно на этом перекрестке, но там машин нет. Забита улица Островского. Ну да, действительно, мы как бы потерпеть, призываю жителей. Между тем, это всего лишь первая волна гигантских пробок в центре. Вторая начнется с 18 по 24 мая. В этот период движение транспорта будет закрыто на перекрестке Горького и Луначарского. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.